Здравствуйте, меня зовут Максим Баскаков, это Станислав Казанцев, и мы вам покажем один из вариантов контратаки. Соперник наносит удар правой ногой. Мы делаем обычный блок, который в принципе все знают, даже ребята начинающие, просто обычный тайский блок. Просто соединяем локоть с коленом, но нужно, когда вы ставите этот блок, нужно чуть-чуть перенести вес тела вперед, чуть-чуть перенести вес тела вперед. То есть мы как бы делаем этот блок на опережение, но если вы сделаете блок и завалитесь после него вперед, это неправильно. Точно так же неправильно, если вы после блока поставите ногу, нога окажется либо здесь, либо здесь. Вы должны поставить блок вперед и оказаться снова в своей стоечке. То есть раз и остаться снова в своей стоечке. Как правило, соперник, когда бьет ногой, он не обращает внимания на руки. Он беззаряжен на удар ногой. Поэтому руки у него находятся не совсем плотно прилегают к голове, либо одна опущенная. Очень мало кто бьет руками и защищает плотно голову. Поэтому мы бьем навстречу, на опережение, вместе с постановкой ноги, правой прямой. Как это делать? Раз, вместе с постановкой я наношу правой прямой. Еще раз. Правой прямой. Рассмотрим еще один вариант развития после блока. Ставим блок, все происходит то же самое. Наносим тот же самый правой прямой. И добавляем левый боковой. То есть переводим все внимание вашего соперника на другой удар. Правой прямой, левый сбоку. То есть соперник уже все внимание переведено на то, чтобы защититься от левого бокового. Правой прямой, левый сбоку. Соответственно, если вы чуть-чуть сделаете левый сбоку, чуть-чуть посильнее, то он перенесет свой вес тела на переднюю ногу. И по этой передней ноге мы дальше будем развивать атаку. Раз, раз. И лукик. Если вес тела вашего соперника перенесен на переднюю ногу, ему будет очень сложно сблокироваться. Вы блокируетесь, ставите ногу вперед в этот момент, да, как мы делали. Бросаете право прямой, но в этот момент соперник разрывает дистанцию. То есть он далеко для дальнейшего развития атаки. Что нужно сделать? Нужно сделать обычный шаг правой ногой, то есть сократить эту дистанцию. Раз. Правой прямой вы не попали. Если вы сделаете обычный шаг вперед, вы можете дальше развивать атаку либо коленом, либо ногой. Опять же, в зависимости от дистанции. Например. Резкое сокращение дистанции с ударом колена. Обычный правый шаг. Мы резко сокращаем дистанцию и наносим удар коленом. Если соперник ушел еще дальше, вы опять же не попали право прямой, вы делаете опять же шаг правой ногой, вы уже бьете ногой, если дистанция, соответственно, позволяет. Если дистанция чуть покороче, вам удобнее ударить коленом. Если дистанция длиннее, вам, соответственно, удобнее ударить ногой. Еще раз. И ногой. Либо дистанция чуть покороче, делаете удар прямой и резко сокращаете удар, наносите удар коленом. Базовые монеты клинча. Начнем с правильного захвата в клинче. Он делается обязательно. Руки кладутся на затылок, локти кладутся на грудную клетку. Соперник стоит прямо, вы делаете шаг назад, руками двигаете на себя. Субтитры создавал DimaTorzok